Мы продаем сложный продукт или нет? Я считаю, что да. Почему? Потому что наша культура сейчас в большинстве, как бы, вот в массе, то, что мы продвигаем, это не всем понятно. Многие считают, что можно без этого обойтись. Многие вообще не понимают смысла нашего продукта. Если что, мы занимаемся продуктами для здоровья, различные витамины, вода очищенная и так далее. То есть, ну, многие считают... Детоксы, программы очистки, ну и так далее. Детоксы, да, да, то есть все, что связано со здоровьем. Очень многие люди вообще думают, что без этого можно жить. Вот как моя мама, например. Она считает, что если человек будет есть много сахара рафинированно, то ничего себе не случится. Мозги работать будут хорошо. Будут работать хорошо мозги. А то, что у человека откажет от поджелудка и у него наступит сахарный диабет, да, то, как бы, это никто не учитывает. Но у них такое стереотипное мышление, да. И в нашем обществе, к сожалению, еще мы не достигли такого, как бы, ну, апогея, вот, продвижения жоз. Он уже лучше стало, да, уже больше людей стали, там, заботиться о здоровье, заниматься спортом, там, правильно питаться. Ну, потому что это, как бы, стало более доступно, что ли, да, и модно, если так можно сказать. Но основная масса нет. Нет. И поэтому наш продукт пока еще, он понятен маленькому кругу людей. Потому что, если вы скажете, вот сейчас из ста человек спросите, кто пьет воду в объемах, например, 2-3 литра в сутки, как это делаю я, например, да, мы тебя посмотрят и скажут, зачем? Ну, люди не понимают, зачем нам вода. Хотя обезваживание является причиной очень многих наших недугов. Но люди это никак, они пойдут лучше выпьют таблетку аспирина, там, да, от головной боли, но, хотя этот вопрос, например, можно было решить, выпив, там, пол-литра воды, да. Но люди это не связывают, да, поэтому у нас очень сложный продукт, я считаю. Продолжение следует...